Очередная победа одержана, можно тренироваться дальше. И пусть вас не смущает, что действие происходит в танцевальном классе, а участники театра моды Амелита, в арсенале которых должно быть лишь умение преподносить себя в дефиле, выполняют сложные па и поддержки. В этот раз мы решили немножко отличиться, добавить элемента танца, чтобы немножко разнообразить. Итак, впервые в восьмилетней истории студии мальчишки и девчонки вышли на сцену не только как модели, но и как танцоры. И у них это неплохо получилось. Номер под названием «Стеляги из Москвы» безоговорочно покорил строгое жюри областного конкурса родной земли очарования. Девчонки-матрешки, встретившись с самым настоящим «Стелягой», без сожаления расстались со своей кукольной жизнью и зажгли зал. Не страшно было на сцену выходить? Нет. Ну, расскажи, что ты чувствовала перед выходом. Ну, я чувствовала. Я боялась, вдруг я проиграю. Проиграть в такой команде практически невозможно. Младшей участнице 9, старшему уже за 20. Но работают они как один – азартно и весело. Я люблю такие танцы, которые зажигательные, где можно оторваться прям. Да, и почувствовать себя с «Стелягой». Да, почувствовать себя с «Стелягой». Стас Попов, как человек взрослый, он учится в институте и работает электросвесарем в шахте, оказывает девчонкам поддержку не только в танцах. Он и костюм подготовить поможет, и до дома после репетиции довезет. На вопрос, почему именно мода и танцы, отвечает. В шахте то, что все грязно, темно и страшно, а здесь все ярко, цветное и как бы очень классно, мне это нравится. Коллектив Доколенина не только азартный, дружный, но и весьма изобретательный. Поставить триумфальный номер помогла фантазия художника Дворца культуры Елены Лыжиной. Стоит отметить, что без эскизного проекта коллективы на конкурс просто не допускаются. Расскажите секрет. Загнавились фильмом стиляги Тодоровского и подумала, почему бы нам не сделать современную коллекцию. Что может являться началом этого проекта. Были несколько вариантов. Ну, самый лучший, любимый сувенир – это матрешки. Его знает весь мир. Вот одна матрешка, две. И вот матрешек целый хоровод. И также у нас матрешек целый хоровод. Только уже стиляжный. В творческих планах коллектива – участие в новогоднем мюзикле, где ребята из Амелиты будут не только дефилировать по сцене и танцевать, но и петь. На вопрос, чем же закончатся творческие эксперименты – парашютами, аквалангами или выступлениями под куполом цирка Елена Антонова ответила – все может быть.